МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно, бремя ответственности, ведь надо тоже всегда постоянно соответствовать. Ну и, конечно, я хочу произнести слова благодарности глубокой всем, кто проголосовал, всем, кто поддерживал, всем тем, кто был рядом со мной вот эти все долгие годы, моя работа в музее. Это очень ответственно. Но это самый высокий титул – быть славным гражданином своей земли. Я коренная рязанка и родилась на улице Чапаева. И родители мои тоже коренные рязанцы. Поэтому город для меня бесконечно родной, любимый. И 16 лет я прожила на улице Чапаева. И вы знаете, нас 8 человек с одной улицы ходило в школу номер 7. И нас звали Чапаевской дивизией. И я очень рада тому, что название улицы сохранилось. Потому что действительно был легендарный полководец. И, в общем-то, моя биография, она, в общем-то, очень скромная. У меня всего две записи в трудовой книжке. Это первая агрохимлаборатория. Я хотела в начале своей деятельности связать жизнь с химией. А затем вот музей. И любовь к личности Павлова определила мою судьбу. А в какой момент вот это действительно, такой уклон в ту сторону именно произошел? Вы знаете, все дело в том, что небезопасно стало работать в агрохимлаборатории. Радиологический отдел образовался. Это угроза, прямая угроза здоровья, в общем-то, была. Ну и вот, наверное, вот как случайность язык Бога. Встретилась мне одна подруга. И, значит, сказал, что есть вакантные должности в музее Павлова. Ни разу не пожалели? Нет, никогда. И меня взяли сразу на должность старшего научного сотрудника. И это вот постоянная работа. Но вот действительно я настолько... Я даже не знаю, вот, не знаю, чем это объяснить, но вот это проникновение вот в глубину таланта... У вас там атмосфера настолько совершенно особенная. Вот мы были у вас, я бываю не так часто по долгу службы, но ощущение, как будто люди, которые там жили, они просто вышли. Я признаюсь честно, мне всегда хотелось сделать музей живым. И вот я стремилась к этому. Я, может быть, в нарушении каких-то даже музейных принципов, вот когда, вы знаете, вот, допустим, в Ясной Поляне, очень хороший музей, да, но там в столовой бюст Толстого под урхостеклом. И это вот уже, вот вы знаете, разрушает как-то вот эту атмосферу. Мне всегда хотелось вот этой открытости. И 90-е годы, ведь туризм был разрушен, музейная тишина, это действительно лихие были годы. И вот пришла такая мысль развивать традиции Павловского дома. Дом был теплый, уютный, отлаженный, и в городки играли, и гимнастикой увлекались, и музыкальные вечера, поскольку это была музыкальная семья. И вы знаете, что самое интересное, вот когда к отцу Павлова протоиерея приходил его друг, преподаватель семинария, Феофил Антонович Орлов, накрывали чай, он всегда говорил, я к вам пришел не за пищей телесной, а за пищей духовной. То есть вот эта вот духовная атмосфера. И поэтому, вы знаете, любой дом, любой музей, он все-таки все равно освещен людьми работающими. И если у людей положительная энергетика, и если ты рассказываешь о Павлове и пропускаешь все через свое сердце, вот она и складывается, вот такая атмосфера. Мне об этом говорили священнослужители, что у вас ощущение благодати. Я очень дорожу этим. И поэтому, когда уходят люди, потому что, вы знаете, ты говорящий, никого не убедишь, когда нет в сердце у тебя того, что сходит с языка. Это все нужно пропустить через свое сердце. И если это просто вот работа, выучившись... Соблогий текст, никому не нужен. Да, это же сразу чувствуется. Вот эта неискренность и все. Все равно проповедуя павловские законы нравственные, мы должны их применять к себе. Поэтому я никогда не жалела об этом, потому что вот успех в любом деле – это любовь. Любовь к делу, которому ты служишь. И потом, вы знаете, действительно, вот эта атмосфера, наверное, вот эта усадьба, как духовный магнит, она притягивает к себе очень хороших людей. Мне всегда везло на хороших людей. Самые какие-то особенные гости были у вас? Я знаю, что заходят люди с улицы, а некоторые, кто живет по соседству, в общем-то и не были. Вы знаете, практически, вот несколько лет назад почти все члены правительства побывали в музее, администрация президента. И вот нынешний министр обороны, теперь Шойгу, был. Иосиф Кобзон... Что говорят? На что обращают внимание? Иосиф Кобзон, вы знаете, пусть это прозвучит нескромным, но это было для меня неожиданно. В Ледовом дворце для меня исполнил песню. И я сидела и плакала, уливалась слезами. Это было так неожиданно. Снега России. И вы знаете, он, попев 15 минут, он сказал, что он был в музее Павлова, и он таких музеев не видел, хотя был председателем комитета по культуре. И вот я сейчас... И он... Я только раз назвала себя Наталья Александровна. Он запомнил. И для меня это было потрясением, потому что все-таки и возраст человека, и болезнь. И тем не менее, это настолько... Вот меня потрясло просто необыкновенно. И вы знаете, что самое интересное? Концертмейстер Иосифа Кобзона опробовал вот наше подлинное фортепиано и дал высокую оценку, что хорошее звучание. Это подлинный инструмент из Павловского дома. Семья была музыкальной. Петр Дмитриевич протеерей хорошо играл, а матушка хорошо пела. И мы исповедуем эти традиции. У нас также литературно-музыкальные вечера проходят, посвященные близким Ивану Петровичу, и его друзьям, и родственникам, то есть всему окружению Павлова. Давайте тогда чуть-чуть расскажем о предстоящих самых главных мероприятиях. Тем более уже на следующей неделе новый учебный год. Я думаю, что школьники как раз собираются к вам. Это как раз, да. Это будет день знаний. У нас обычно этот день действительно просто. Молодежи очень много бывает. Меня это очень радует, потому что в любом случае все-таки мы должны быть ориентированы прежде всего на молодое поколение. И когда я слышу вот эти вот молодые голоса, меня это очень радует. А это прежде всего доступность. Вы правы. Я тоже много езжу. Когда есть возможность пройти, не просто постоять за ленточкой и посмотреть, да, когда пройти. Может быть, что-то потрогать, насколько бы не скромно это ни было. Но аккуратненько, естественно. Да, да. Потом, вы знаете, у нас же мы проводим и посиделки на Павловской кухне. Деткам вообще интересен быт их сверстника 19 века. И даем ведерки эти подержать, которые уже тяжелы даже без воды. Каков был труд вот в этой семье. И затем вот у нас 16, 17, 18 сентября это фестиваль психологических наук. Ведь Павлов огромный вклад в психологию внес. И мы с педагогическим университетом, с московскими учеными уже восьмой по счету фестиваль, трехдневный. Там и мастер-классы будут. И очень много будет интересного. А потом все, да, потом у нас настолько сентября насыщенный, творческий конкурс в гости к Павлову. Уже более ста заявок. Причем, вы знаете, вот с 2008-2009, наверное, года у нас фестиваль «Павловская осень», где номинации «Музыка стиха», потому что Павлов – это явление культуры 20 века. Это не просто ученые-физиолог. И пленэр, потому что детки рисуют тоже. Павлов любил живопись. Мы будем подводить итоги, будем награждать победителей. А затем это Павловская неделя, традиционная сентябрьская Павловская неделя, посвященная дню рождения Павлова. Это и возложение цветов, ежегодная причем, независимо от даты, потому что такие личности, как Павлов, имеют право на ежегодное чествование, на ежегодную память о них. И мы это совместно с Медуниверситетом имени Павлова, вторая гимназия имени Павлова и музей. Это уже традиционно ежегодно, в любую погоду и осенью, как раз в день рождения Ивана Петровича, который 27 сентября, почему-то многие в интернете, не 26, 27 сентября, Павлов родился 27 сентября, и это документальные свидетельства, почему-то все и в интернете неправильно, и наши некоторые краеведы пытаются переубедить, что 26 сентября родился Павлов, нет, 27 сентября. Спасибо вам огромное. Я думаю, что эти 10 минут не только меня вдохновили еще раз посетить ваш музей-усадьбу. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире.